Как лечить и вылечить синдром усталых ног? Синдром беспокойных ног, также известный как болезнью или сэгбом, является общее состояние нервной системы, что вызывает непреодолимое, непреодолимое желание двигать ногами. Это также может привести к неприятным ползаниям или ползучиям ощущениям в ногах, икрой бедер. Ощущения часто хуже в вечернее время или в ночное время. Время от времени, руки страдают тоже. Синдром беспокойных ног также связан с непроизвольной подергиванием руки-ног, известной как периодических движений конечностей во сне. Симптомы синдрома беспокойных ног время от времени, в то время как у других есть их каждый день. Симптомы могут варьироваться от легкой до тяжелой. В тяжелых случаях, синдром беспокойных ног может быть очень тяжело и нарушить повседневную деятельность человека. Симптомы синдрома беспокойных ног Синдром беспокойных ног, как правило, вызывает непреодолимое желание двигать ногами и неприятные ощущения в ногах. Ощущение может также повлиять на руки, грудь и лицо тоже. Оно было описано как Покалывание, жжение, зуд или пульсация. Оползучие чувства. Ощущение как газированной воды внутри кровеносных сосудов в ногах. Болезненные, схваткообразные ощущения в ногах, особенно в векрах. Периодические движения конечностей во сне. Пнил может быть достаточно серьезным, чтобы разбудить вас и вашего партнера. Движение непроизвольной ног также может произойти, когда вы проснулись и отдыха. Причины синдрома беспокойных ног Во многих случаях точная причина синдрома беспокойных ног неизвестна. Когда никакая причина не может быть найден, он известен как идиопатический или первичным синдромом беспокойных ног. Базовое состояние здоровья Синдром беспокойных ног может иногда возникать как осложнение другого состояния здоровья, или это может быть результатом другого фактора, связанных со здоровьем. Это известно как синдром беспокойных ног вторичной. Но может развиться синдром беспокойных ног вторичной, если вы Железодефицитная анемия Низкий уровень железа в крови может привести к падению дофамина, вызывая синдром беспокойных ног. Имеют долгосрочное состояние здоровья, такие, как хроническое заболевание почек, диабет, болезнь Паркинсона, ревматоидный артрит, щитовидной железы, щитовидной или фибромиалгии. Небеременны, особенно от недели до 27 родов, в большинстве случаев симптомы исчезают в течение 4 недель после родов. Триггеры К ним относятся препараты, такие как Некоторые антидепрессанты Нейролептики Литий, используется в лечении биполярных расстройств. Блокаторы кальциевых каналов, используются в лечении высокого кровяного давления. Некоторые антигистаминные препараты Метаклопрамид, используется для снятия тошноты. Другие возможные триггеры включают Чрезмерное курение, кофеин или алкоголь Избыточным весом или ожирением Стресс Недостаток упражнений Диагностировать синдром беспокойных ног Там нет ни одного теста для диагностики синдрома беспокойных ног. Диагноз будет основываться на ваших симптомах Вашей медицинской и семейной истории Физическое обследование И результаты теста Ваш врач должен быть в состоянии Диагностировать синдром беспокойных ног Но они могут направить вас к неврологу Если есть какая-либо неопределенность Существует четыре основных критерия Будут искать, чтобы подтвердить диагноз С вашим лечащим врачом или специалистом Эти Подавляющее желание двигаться ноги Как правило, с неудобные ощущения Такие как зуд или покалывание Ваши симптомы происходят или еще хуже Когда вы отдыхаете или неактивны Ваши симптомы облегчаются Сдвинув ноги или растирая Ваши симптомы ухудшаются в течение вечера Или в ночное время Анализы крови Это особенно важно, чтобы выяснить уровень железа в крови Потому что низкий уровень железа Иногда может вызвать синдром беспокойных ног вторичной Низкие уровни железа можно лечить с помощью таблетки Содержащая железо Испытания сна Если у вас есть синдром беспокойных ног И ваш сон в настоящее время серьезно нарушена Тесты сна, такие, как предложил испытание И мобилизация испытания включает лежал на кровати в течение заданного периода времени Не убирая ноги во время непроизвольных движений ног контролируется Лечение синдрома беспокойных ног Мягкий беспокойных ног синдром, который не связан с лежащей в основе состояния здоровья Испытания можно управлять с помощью всего лишь нескольких изменений в образе жизни Если симптомы являются более серьезными, лекарства могут быть необходимы Синдром беспокойных ног, вызванный базового состояния здоровья Часто можно вылечить путем обработки Что чем дети он точка форь Например, железодефицитной анемии можно лечить, принимая добавки железа Если это связано с беременностью, она обычно исчезает самостоятельно в течение четырех недель после рождения Изменения в образе жизни Ряд изменений образа жизни может быть достаточно, чтобы облегчить симптомы синдрома беспокойных ног К ним относятся Избегая стимулятор вечером, такие как кофеин, табак и алкоголь Не курить, читать больше, а как бросить курить Принимая регулярные ежедневные упражнения, но избежать осуществления перед сном Практиковать хорошие привычки сна, например, ложиться спать и вставать в то же время каждый день А не дремать в течение дня, что нашли время, чтобы расслабиться перед сном А также избегать кофеина перед сном Избегая лекарства, которые вызывают симптомы или сделать их хуже Если вы считаете, лекарство вызывает симптомы Обезболивающее Мягкие пятна на основе болеутоляющие, такие как кодеин или тромодол Могут быть предписаны, чтобы облегчить боль, связанную с синдромом беспокойных ног Помогая сон Если синдром беспокойных ног и нарушает ваш сон, краткосрочный курс лечения может быть рекомендовано, чтобы помочь вам спать Сердечно-сосудистые заболевания Недавние исследования обнаружили, что люди с синдромом беспокойных ног может быть в два раза больше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца или инсульт, по сравнению с людьми, которые не имеют синдрома Субтитры создавал DimaTorzok